Полиция республики повышает эффективность своей работы. Это отмечают в федеральном центре. Итоги работы МВД Чуваши подвели сегодня на коллегии. Приоритеты перед стражами порядка расставил и глава региона. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Итоги работы МВД подводили в расширенном составе. В президиуме коллегии и ведомства руководители всех правоохранительных структур, от взаимодействия которых и зависит криминогенная обстановка, ведь стабильность – общая задача. Главный полицейский региона отметил, что по данным опроса за прошлый год, доверие жителей к стражам порядка увеличивается. Возросла уверенность граждан, защищенность от преступных посягательств на 4,4%. И эффективность деятельности органов внутренних дел по защите личных и имущественных интересов граждан на 2%. Одно из основных направлений дальнейшего совершенствования работы с гражданами является повышение качества предоставления государственных услуг. В республике снизилось количество разбоев, краш и угонов машин. Уровень раскрываемости преступлений растет. И это отмечают в полиции. Главное мерило в работе МВД. Многое зависит от оперативности. Реагировать на тревожные вызовы наряды полиции должны за 10 минут, и это максимум. Раскрывать преступления сотрудникам МВД помогает и аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Под надзором видеокамер дороги, многолюдные места и дворы. Благодаря большому брату просечено сотни краж и угонов. Под особым контролем раскрытие особо тяжких преступлений. В этом полицейским региона помогает современная лаборатория ДНК. Такая экспертиза необходима, когда сыщикам недостаточно улик. Благодаря работе специалистов суд передали немало уголовных дел. Ее экспертами в прошедшем году выполнено свыше 700 экспертиз и исследований. Их результаты позволили установить 149 лиц, совершивших преступление. Личность неопознанных, 15 неопознанных трупов. Благодаря проведенной ДНК-экспертизе удалось доказать причастность матери к убийству новорожденного ребенка в городе Канаж. Приоритет в работе МВД – борьба с наркобизнесом. Только в прошлом году из незаконного оборота изъяли более 75 килограммов психотропных веществ. Это один из лучших показателей по стране. Чаще всего в полицию стали обращаться граждане, которые пострадали от кибермошенников. Стражи порядка, отмечает Сергей Нияскин, должны идти на шаг впереди преступников. Жертвами бесконтактного хищения стали 1510 жителей республики. Причиненный ущерб превысил 69 миллионов рублей. Укреплена штатная структура, специализирована подразделение уголовного розыска. Сформирована группа по раскрытию бесконтактных хищений не только в аппарате МВД, но и в территориальных органах. Михаил Игнатьев отметил, что криминогенная обстановка в регионе должна улучшаться. Первостепенная задача, государственная задача – обеспечить стабильность на территории Чувашки-Ресвовки. Развивая экономику, создавая новые производства с высокой производительностью труда, для того, чтобы увеличить уровень заработной платы. Одна из главных задач – сократить количество ДТП. Для этого из бюджета региона выделят необходимую сумму на модернизацию дорожного комплекса фото- и видеофиксаций. Мы должны добиться четыре летальных ислода от дорожно-транспортных происшествий на 100 тысяч населения. Вот этот показатель очень сложно добиваться, но для этого есть мы, органы власти, управленческая команда, безопасные, качественные автомобильные дороги. И люди отзываться начинают положительно по этим вопросам. Разные перекрестки благоустраиваются. Лучших сотрудников ведомства отметили благодарностями. По итогам работы за прошлый год наград были удостоены отделы Алатарского и Комсомольского районов, а также города Канаш. Главе региона вручили почетную грамоту от руководителя МВД Владимира Колокольцева. Между правительством республики и стражами порядка налажено эффективное взаимодействие. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев. Республика.